Вчера телезрители новостей 9,5 прислали в редакцию телевизионного агентства Урала электрописьмо, или даже бандероль, а в ней бобина с кинопленкой, на которой одним дублем, но без синхронной записи на магнитную ленту, то есть без звука, сняты брачные игры вымирающего, просто краснокнижного вида лакокрасочных вандалов. По древней традиции, из-за которой они, собственно, и вымирают, в этих ритуалах, происходящих преимущественно ночью, принимают участие только самцы, причем такие уроды, что лица прячут, иначе им их набьют, а прекрасные половинки этого вида лишь потом видят результаты их ухаживаний. На этот раз в роли писюнов-букв на асфальте возле подъезда одной из хрущевок на улице Онежской в Екатеринбурге выступали разнояйцевые близнецы тупой и еще тупее, которые в процессе писания усугубляли свою природную ущербность пивком, что немедленно отражалось на манере письма. К своей дульсинеей Тобольской они обратились первым словом, которое мы всем целиком не покажем, но расскажем, что так называют девушек, которые говорят много и не по теме, ну или просто врунишек-обманщиц. И уже в этом первом слове они допустили ужасную ошибку. Это сложное слово, содержащее два корня, они сочли образованным несобственным сложением, тогда как на самом деле здесь типичный случай сложения собственного, то есть при помощи соединительной гласной О. Поэтому А в цензурной части слова грубое. Опустим ошибку пунктуационную в виде отсутствия запятой после этого слова обращения и перейдем сразу к диагнозам. Вот одна из особей, нахлебавшись пивасика в перемешку с парами растворителя от краски, вообще попутала берега и в букве И косую палочку нарисовала по нисходящей, как английская Н, чем выдала себя как шпиона англосаксов, подобно штабс-капитану Рыбникову по пьяне в борделе, базлавшему бонзай. Второй, решив, что он трезвее, увидев, как подельник уже откровенно загибает строчку под себя, перехватил инициативу, хлебнул еще и тоже накосячил, пытаясь нарисовать букву У в слове про собаку-женщину, ну или наоборот. Закончив свое черно-белое дело, двое уже совсем разбужлатившихся никого не боялись, еще постояли пару минут, закурили, понаслаждались своей каллиграфией от слова «кал», конечно же, после чего удалились. Но зато теперь гражданка, к которой было это послание обращено, вполне сможет опознать, кто это к ней так изысканно подкатывает, ну и соответствующим образом за это возблагодарить. Продолжение следует...